Алло, алло, Василий Васильевич? Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Ярослав Старухин говорит, наш разговор сейчас записывается. Хорошо, что приупредили. Вам удобно говорить? Удобно. Василий Васильевич, я просто на улице, если можно, чуть погромче. Хорошо. Вам удобно говорить? Да, 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 все нормально. Значит, на сегодняшний день сюжет с вашим участием просмотрело 1800 человек. И огромное количество людей вышли на контакт. Только что звонил Рыбников Юрий Степанович. Я разговаривал с Ивановым Юрием Николаевичем, с Бондаренко Олегом Евгеньевичем. Они хотели бы согласовать, возможно ли к вам приехать и пообщаться, и сделать репортаж. Вот эти люди хотели бы с вами лично пообщаться. И я вот выясняю ваши прям ближайшие планы. Потому что Рыбников готов чуть ли не завтра ехать. Ну, мы подгадаем, когда все могут. Да, Юрий Николаевич, я сейчас дозвонюсь. Хорошо. Вы знаете, вот после вторника, будущей недели, я буду свободен и смогу принять практически любого человека, который заинтересовался моим изобретением. А вот до вторника у меня как раз сейчас вот переезд, небольшой переезд, и станок мы там устанавливаем. Мы просто заняты все, понимаете. Где-то в понедельник мы закончим эту работу. И, пожалуйста, милости прошу, можете приезжать ко мне. Хорошо, Василий Васильевич, еще такой вопрос. Вы не будете возражать, если мы постараемся открыть прямой интернет-эфир, чтобы люди в интернете смогли быть вместе с нами на связи, и, возможно, будут вопросы? Ну, в принципе, я не против. Это займет, наверное, много времени. Мне вообще-то готово время. Не-не-не, это наша задача. С вас просто согласен. Василий Васильевич, если вы сейчас даете подтверждение, то будет протестирована площадка впущена. И просто мы придем, включим свое оборудование, и все. Вас это нисколько не потревожит. Ну, смотрите, да, вот я просто вам доверяю, Ярослав, пожалуйста, чтобы это не очень сильно занимало по времени, понимаете. Да-да-да, вас мы не задействуем. Мы включим планшеты, и будет... Сейчас мы проверим просто аппаратуру йоты. Ну, в общем, это наша задача. Хорошо, Василий Васильевич, я тогда вам в понедельник сделаю контрольный звонок. Хорошо? Условились. Хорошо. Хорошо. Большое спасибо. Всего доброго. Наилучшие пожелания. Всех благ. Всего доброго. Всего хорошего. Да, все доброго. До свидания, хорошо. До свидания. До свидания. Это был разговор с Ошкондином Василием Васильевичем, дорогие друзья. Топ снято. Сейчас мы узнаем улицу, название улицы, чтобы операторы связи усилили сигнал на этой антенне. Василий Васильевич, технический вопрос, простите, пожалуйста. Название улицы, где находится ваше помещение, чтобы операторы связи подняли там мощность вышек? Улица Институтская. Улица Институтская, дом 4. Все, добро, спасибо. Пущино, город... Пущино, да. Пущино, 142-290. У нас индекс 142-290. Город Пущино, Московская область. Район мы никогда не указываем. Это город Московского подчинения наукоград. Улица Институтская, дом 4. Ярослав, Ярослав, я хотел спросить вот что у вас. Скажите, вот этот материал, я же могу сейчас его посмотреть, но мы попытались выйти вот там на ютубе, но у нас не получается. Нет, прям в ютубе набиваете. 4 часа с Ашкондиным, гений среди нас. Это я знаю, а вот ссылка, как ссылку? А вам прям там высветится этот сюжет с этим названием. Какая ссылка? Это значит, что надо вот это набрать, и сразу тогда будет все, да? Я вам через полчаса на почту, которой на визитке, скину точную ссылку. Вы туда зайдете, и я сейчас вам перешлю. Отлично. Мы ждем в течение получаться, да? Да, да, да. Я сейчас доберусь до интернета и сделаю это. Спасибо, Ярослав. Спасибо. Обязательно сделайте это на почте, которая у нас на визитке. Да, все. Низкий вам поклон. Огромное количество людей беспокоится за вашу безопасность. Спасибо. Спасибо, очень спасибо. Ну все, всего доброго, Василий Васильевич. Ну а, дорогие друзья, кто у нас является оператором в городе Пущино, улица Институтская, дом 4? Поднимите, пожалуйста, проверьте оборудование, чтобы не произошло обрыва канала связи, когда будет запущена прямая трансляция. Кстати, вы можете выступить спонсорами, предоставить оборудование, средства, планшеты, и будете у нас соучастниками этого мероприятия. Например. Алоа. Юрий Степанович, здравия желаем, Ярослав Старухин. Привет тебе. Значит, я только что разговаривал с Ашкондином Василием Васильевичем, оповестил его, что делегация в составе Рыбникова Юрия Степановича, Иванова Юрия Николаевича, Бондаренко Олега Евгеньевича и некоторые другие, он готов будет нас принять после вторничка. Он до вторника подготовит площадку, чтобы было, что, о чем, как с нами разговаривать, приведет площадку в порядок, и параллельно мы готовим прямой интернет-эфир. Стараемся. Сейчас мы сделаем замер, можно ли оттуда организовать прямую трансляцию. А где он будет? В середине реально находится. Это Пущино, улица Институтская, дом 4. А, это Пущино? Да, да, да. Хорошо. Добро будет. Да, годится. Подтверждаете? Да. И со мной поедет этот, помнишь, с нами был этот, украинец-то такой, в украинском костюме. Я понял. Он там говорил, что готов что-то проспонсировать. Вот, может быть, потребуется микроавтобус на 10 человек. Вот пообщем. Понял. И ты с ним разговаривай. Ну, пусть тогда наберет меня. Он с вами там рядом? Нет, 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 я-то дома. А он теперь Великлав Заветский живет. Они сегодня с Володей пересекались. Ну, ладно, он в Москве. Хорошо, мы свяжемся. Давай. Юрий Степанович, значит, вы подтверждаете сюжет, вы посмотрели в интернете? Какой? Ну, с Ашкондином мы записали 4 часа видео, были у него на днях буквально. Нет, я не был, не видел. Ну, я в курсе, я перебил, поэтому он на месте лучше всего. Молодцам, правильно, Юрий Степанович. Я вас обнимаю, как здоровье? Люди проинтересуются, как ваше состояние? Все нормально, боевое. Отлично, спасибо вам большое. До связи. В понедельник контрольный созвон. Пока. Ага, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok